Пирогенная ситуация в лесах. Другими словами, сухая ветреная погода и отсутствие снега существенно повышают вероятность развития пожаров. Говоря о готовности им противостоять, руководитель Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Фёдор Кургускин назвал хронические проблемы в регионе. В ежегодный период регистрации первых лесных пожаров наблюдается одна и та же картина. Неполностью набранный персонал, специальной одежды, непривитый в полном мере, вот крещевые, сапронитые, эти прививки не начали еще пистол. Работает в лесу без должного запаса ГСР и продовольствия. В прошлом году руководством учреждения так и не был решен вопрос с обеспечением людей, работающих в тяжелейших условиях в лесу свежего левого. Кормили галетами и рабочих покупали соседей в населенных пунктах Лепсона стоять. Для представителей территориальной подсистемы ЧАЭС и муниципалитетов также не новой прозвучала проблема оснащения народной пожарной дружины. А ведь именно они первыми выдвигаются навстречу огню, пытаясь потушить или хотя бы локализовать возникший в лесу пожар. Ну, оснащение, знаете, когда приезжаешь и стоят, извините, оборваться, другого слова нет. Ну, купить энцефалитные костюмы при всех наших проблемах, я не считаю, что это огромные, огромные какие-то затраты. Иметь одну воздуховую, иметь одну бензобегу, мёд, грабли, там, ну, часто, вот просто выходят со своих подворья, это должно быть в одном месте сосредоточено. Трактор, хотя бы иметь бочки в каждой деревне это есть, мотопомпу простейшую. За те годы, которые мы вас призываем, уважаемые руководители, можно было уже сделать это несколько раз. Первый лесной пожар в прошлом году возник 19 февраля в Кыринском районе. Причина не была установлена, но с каждым годом пожароопасный сезон начинается всё раньше. По прогнозам синоптиков, не исключение и 2019 год. Осадка в ближайший месяц ожидается немного, а в южных районах и вовсе установится сухая погода. Необходимо отрегулировать систему взаимодействия сил и определить ответственных лиц. Определить главное должностное лицо Министерства природных ресурсов, персонально отвечающее за подготовку отрасли к лесопожарному периоду, которое будет заниматься этим в ежедневном режиме, только эти вопросы, имеющиеся силы постоянного состава, привести в полную готовность к применению, в том числе и на тушение маршабных пожаров, не позднее 1 марта. Я думаю, что тут одного заместителя министра не хватит. Я думаю, что тут надо предполагать двух заместителей министра, которые будут заниматься, скорее всего. В ближайшее время ожидается весеннее половодье. Оно прогнозируется в 8 населённых пунктах 6 районов. Читинском, Карымском, Красночекойском, Шилкинском, Сретенском и Могочинском. Всего в зону подтопления могут попасть 174 жилых дома. Начиная с 20 февраля будут проводиться космосъёмка затороопасных участков в регионе, чтобы заблаговременно предпринять необходимые меры. Рустам Шахсубутов, Галина Маклакова, Максим Лобачёв. Время новостей.